Мы говорили об Ашкелоне, сегодня, не дай бог, на очереди Аждот. Военная операция, о которой так много говорили, продолжалась ровно два дня и закончилась под аккомпанемент Катюш. Чего мы добились и что нас ждет дальше? В нашей студии военный обозреватель 9-го канала Копельшумах, жительница Ашкелона Елена Юнаева и ее сын Алан, и врач, майор десантных войск Михаил Гензбург. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Алан, добрый вечер. Добрый вечер. Господа, неделю тому назад мы говорили вот в этой самой студии о том, что необходима наземная операция. И вот эта операция состоялась. Что вы думаете по поводу ее результатов? Ну, операция состоялась, но это не то, чего мы ожидали. Не столько по стратегии нашего правительства, а столько, сколько мы как граждане ожидали. То есть, когда мы слышали о наземной операции, большинство людей ожидают практически какую-то широкомасштабную операцию, оккупацию полную или частичную газа, этого не произошло. Этого не произошло. По определенной стратегии, просто правительство на данный момент взяло стратегию, называется, война на истощение, война на изматывание. Секундочку, вот, насколько мне известно, наша стратегия на протяжении многих-многих-многих лет заключалась в том, чтобы перенести войну на территорию противника и закончить ее как можно быстрее. Война на истощение, это для нас? Это для нашего тыла? Дело в том, что вы говорите о войне, которая велась между армиями, между регулярными армиями. Да, если вы говорите о войне между Израилем и Египтом, между Израилем и Сирией, мы имели перед собой регулярные армии, где все было ясно, как в шахматной игре, одна армия перед другой, и та армия, которая окажется сильнее, та армия и дойдет до так называемой Ахра-А, или полной победы. В данном случае мы имеем с восстанием, с народным восстанием, мы имеем дело с террористическими, одну минуточку, с террористическими организациями. И здесь надо еще много-много подумать, прежде чем мы решимся на полную оккупацию газа или на широкомасштабную операцию. Есть определенные этапы и варианты, я не говорю сейчас, хорошо это или плохо, я только константирую факт, который правительство в данном случае решило провести частичную, широкомасштабную операцию, потому что там участвовали немалые войска, но она была временной. То, что значит, сделаем на Севенешма, сделаем и посмотрим. То есть вы видите логику в действиях правительства? Михаил, вы видите логику в действиях? Смотрите, точное повторение Ливанской войны, абсолютно точное, второй Ливанской войны. Нас стреляют, мы входим, выходим, 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 уже продолжается несколько лет, ничего не изменилось, мы ничего не сделали в этой операции нового, абсолютно ничего, за одним исключением, что вместо того, чтобы бомбить с вертолетов, бомбили один раз самолетов, поэтому такой большой жертв среди гражданского населения в газе. Кстати, вы считаете, что такое большое количество жертв, это сознательно... Конечно, сознательно, если бросают бомбу с F-16, то, конечно, сознательно погибает большое количество жертв. Но, кроме этого, ничего нового не было, абсолютно. Так же, как входили всегда, мы входим в газу, примерно в одно и то же место, мы входим, выходим, 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 уже много раз. Сейчас мы вошли, ну, может быть, на два часа больше, и то несерьезно, абсолютно несерьезно. Но, кроме этого, абсолютное повторение. Нет ничего нового, так же, как была Ливанская война, так же и было. Но я хочу не согласиться с господином Копелем. Это не восстание. Какое это восстание? Против нас, государства, не важно, назовете это государством или не, назовете это государством, с правительством, выбранным, демократическим, с армией, с поддержкой международной, как полагается, которая нас стреливает. Это не восстание. Что это, в Умальфахами на нас демонстрация началась? Это мы будем в следующей части передачи поговорить. Тут никакого восстания нет. Даже больше я хочу добавить. Я хотел сказать, что восстание это народное движение, то, что происходит. Это террористические... Какое народное движение? Извините. Сейчас я только хочу сказать, я просто принципиально сказал, что не народное движение, это государство против государства. Мы можем вполне с ними воевать. Точно так же. Я хочу напомнить, вы, наверное, это помните, когда дети из Сфата погибли в Малот, мы бомбили Ливан. Помните эту историю? Сколько погибло там, помните? 84 человека, я напомню. Бомбили Ливан, потому что погибли дети в Малоте из Сфата. 30 лет назад. Я должен просто отреагировать, а то просто... Отреагируйте только быстро, потому что у нас еще участники нашего. Я хочу есть тут определенную ясность. Ливан является суверенным государством. Газа таковым не является. Газа подвержена сама по себе террору. Теперь мы можем войти в газу и можем уничтожить газу в течение трех дней. У нас есть для этого возможности и средства. Что произойдет на четвертый? Вот сейчас хороший вопрос. Вот эти последствия никто призвели... Из-за этого вопросы были плохие. Ладно, копирую. Спасибо. Я попробую задать лучший вопрос. Эти последствия могут быть трагическими. Мы вернемся сейчас к этому обсуждению. У нас еще два участника нашей сегодняшней дискуссии. Лен, вы не комментатор во всей этой истории. Вы участник. В ваш дом попала ракета. Как это произошло? В Аштелоне? Наверное, лучше расскажет он. Потому что в этот момент у меня дома не было. А где вы были? Я вышла в магазин. Его, естественно, не могла оторвать от компьютера. Я сказала, стоп, ты сиди. Я помчалась, бегом и обратно. А это всегда бывает, что вы не можете его оторвать от компьютера? Ну, бывает и такое у нас. И сейчас вам удалось его привезти на телевидение, оторвать от компьютера? Ну, ради такого дела. Понятно. Так что произошло? Вы вышли. Я вышла. Мы с ним идем. Я с ним разговариваю по телефону. Он говорит, все нормально у меня, мама. Но у нас обычно мы через каждое пять минут созваниваемся, если вдруг он остался один. Тут звонит мне мастера. Я говорю, ты давно говорила с ребенком? Я говорю, буквально минуты пять. Она говорит, срочно звони ему. Я, честно говоря, решила, что опять нашкодил дитю. Оказывается, видно было, как летит ракета с ее балкона и падает именно в наш дом. Ой-ой-ой. Ну, и вот тут я просто сообразить не могла. Я набираю ему и слышу дикий крик. Он кричит, мама, я ничего разобрать не могу. У меня шок. Я не могу вообще понять, что происходит. Ну, и дальше, наверное, расскажет он уже вам, что происходило там вообще. Алан, что происходило? Я сидел возле моего ванкшеева. Я услышал, что-то падает. Я не знал, что это. Падает или разрыв? Что-то падает. Чуть-чуть время перешло, это взорвалось. Я полетел из моей комнаты на другую. Я очень сильно ударился в руку. И потом, это был еще один взрыв. Я потом позвонил моей маме, рассказал ей... Потерял сознание или нет? Нет. Не потерял сознание. Он умудрился еще звонить и в Миштору, и в полицию, и в пожарную. И что произошло после этого? Я вызывал полицию, они все приехали, все люди вышли из дома. Вся семья наша пошла туда. Все. Потом моя мама пошла. Алан, все звучит очень просто. Это упала ракета, меня отбросило. Я думаю, что так просто это не было. Что, что... В доме ужас творился. Когда я залетела в дом, для меня было самое главное, что я увидела на улице живого своего ребенка. Но когда я зашла домой, это уже было... Вот как после бомбежки. Я всегда думала, наверное, все так думают, что это коснется кого-то, но только не тебя. Но когда это коснулось тебя, я была в шоке. И вот это ощущение, когда смотришь это на экране телевизора, и когда это происходит с тобой, это разные? Это абсолютно несравнимые вещи. Это во-первых. И естественно, когда мы смотрели с Дирот, который бомбят уже сколько лет, мы все время смотрели и думали, ну вот опять взорвали. Ну вот опять взорвали. И все время казалось, вот тебя лично это не коснется. Но когда коснулось лично меня, это был страшный ужас. Лен, что вы думаете по поводу той операции, которая прошла в Газе, и по поводу усилий нашего правительства? Я, знаете, я не политик. Я скажу просто как мать. Я против, когда страдают дети. Не важно какой национальности, какой веры. Я против, чтобы матери плакали и теряли своих детей. Я против этого. Вот это вот мое мнение. Я бы не хотела, чтобы это было. Я бы хотела, чтобы... Если от меня что-то бы зависело, я бы хотела, чтобы во всем мире воцарился мир, чтобы все дружили, любили друг друга. Но пока этого не произошло, что нужно делать? Я так думаю, это вопрос к политику. Алла, я знаю, что ты не совсем политик. И тем не менее, вот что ты считаешь, что нужно делать в этой ситуации? Что ты думаешь об этой ситуации? Что моя мама сказала? То есть? Что моя мама сказала? Не надо, чтобы это были уже эти драки все. А, то есть нужно прекратить все драки, да. Но по телефону, по телефону, когда мы с тобой беседовали до программы, ты сказал, что нужно, чтобы там, в Газе, знали, что Ашкелон это наш город. Было такое? Да. Окей. А теперь у нас на линии Газа Тарик Альян, журналист и житель города Газы. Тарик, добрый вечер. Добрый вечер. Вы слышали дискуссию у нас в студии. Я попрошу вас сначала просто прореагировать, а потом рассказать, какая сейчас ситуация в Газе, и кто празднует победу, на самом деле, после того, что произошло. Ну, ситуация в Газе сегодня была очень неспокойно утром, когда взорвали военный джип, израильский военный джип, погиб один солдат или один офицер, как и ранены три. Это после того, как вчера погиб один активист исламского джихада и невиновный ребенок, 20-дневный ребенок, который погиб на это второжение. Тарик, скажите, а вот по поводу всей этой операции, которая проходила совсем недавно, у нас такое ощущение, что Хамас празднует победу и что жители Газа его поддерживают в этом. Это так? Я не могу так сказать точно, что Хамас... Ну, Хамас, да, празднует победу, потому что второжение ничего не получило. И наоборот, я могу сказать, что рекордное количество ракет упало на Азберот, наверное, и вот на Ашкелону в течение трех дней эти 200 ракет попали на южный час Израиля. Ну, это считает Хамас, это считает победой. Ну, большинство народа, я хочу сказать, часть народа в секторе Газа, они считают это победой и хотят мир на этом регионе. Да, но хотеть этого мало. У вас есть какие-то возможности воздействовать на Хамас, у вас есть... Знаете, вот мы живем в государстве, в котором не все гладко, но иногда мы можем, не знаю, там, сместить правительство путем вотума недоверия, мы можем объявить досрочные выборы. У вас это возможно? Ну, это никогда в Израиле ни народ не решил, это досрочные выборы. И вы представители в Кнессете. Это парламент, да, это Кенес. Да, в нашем парламенте большинство это Хамасы, они не хотят идти на досрочные выборы. Это они, ну как, демократическим путем, они имеют право. Я не посторонний Хамас, но я смотрю как аналитик, как в краю. Скажите, вот все усилия наши по подрыву власти Хамаса в Газе, эти усилия сегодня, вот с вашей точки зрения, с того, что вы там видите, они приносят какие-то плоды? Рейтинг Хамаса по-прежнему высок, или он все-таки падает? Знаете, рейтинг Хамаса в течение этих семи месяцев очень падал, очень падал сильно, и даже Хамас боялся просто, что если будут вот такие выборы, они проиграют эти выборы. Ну, я хочу сказать точно, после этих дней, когда было второжение и наступление израильской армии на Джабалья, рейтинг Хамаса поднимался еще раз наверх очень много. То есть, на самом деле, чем больше мы атакуем, тем больше поднимается рейтинг Хамаса? Ну, может быть так, я не могу сказать точно это так, но это было так, потому что атакуют, знаете, вот проблема в том, что когда атакуют израильские армии, не умирает активист Хамаса. Наверное, вы все видели картины, мы снимали эти картины, показали весь миру. Активисты Хамасы не умерли, умерли 130 человек, из них 50 детей. Вот госпожа у вас сказала, не хочу, чтобы мама плакала, да, у нас 50 человек, 50 детей умерли, у них мамы, у них папы, невинные люди, когда стреляют их из самолетов, когда ИФ-16 стреляют в дом. Кто там умирает? Активист Хамаса? Да, Лен. Мы сказали, их стреляют. Мы против, чтобы кто-то, лично я против, чтобы кто-то кого-то стрелял. Но точно так же мой невинный ребенок мог пострадать. Я против, я тоже против того, чтобы выпускали самодельные ракеты из газа на израиль. Я против, я абсолютно против, я не хочу, чтобы ваш ребенок когда-нибудь плакал. Тарик, но если бы вы были там премьер-министром, я думаю, что, наверное, мы бы решили проблему довольно быстро. К сожалению, это произойдет не скоро, если произойдет, но я надеюсь, что все-таки когда-нибудь это произойдет. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Мы продолжаем нашу дискуссию в студии. И вот, Копель, вы говорили о том, что захват полный газа сегодня, это шаг, о котором стоит еще очень и очень подумать. Это верно или нет? Я вам скажу, смотрите, господа, мы сидим, дамы и господа, мы сидим здесь, и мы не располагаем информацией, которую располагает генеральный штаб. Мы сидим здесь, и мы не располагаем, одну минуточку позвольте мне, и мы не располагаем той информацией, а это огромный поток информации, которую располагает штаб разведки армии. Мы сидим здесь, и мы не располагаем той информацией, которую располагает правительство. То есть наверху знают, что делают, да? Смотрите, опять же, я говорю, мы можем только рассуждать, основываясь на тех крупинках, которые мы получаем, да и то не все. И поэтому я считаю, давайте будем справедливы, по крайней мере, войти можно, войти, наверное, нужно. Вопрос, куда мы от этого всего выйдем? Поэтому на сегодняшний день правительство приняло решение, опять же, повторяю, я не говорю, правильное оно или неправильно, вообще нет совершенно правильных или идеальных решений. В любом варианте военных действий берется избранный вариант, а потом, когда смотрят на карту, понимают, что все, что было задумано, на карте получилось совсем не то. Михаил Гинсбург. Не знаю, что вам сказать, понимаете, пока это правительство находится у власти, действительно, я боюсь захватывать газу, я вам честно скажу. Это потому, что правительство, просто катастрофа, надо прежде всего сказать правду и сказать, что концепция ОСЛА провалилась полностью. Окей, потому что это ОСЛА, мы еще время договорились, Михаил Гинсбургский, потому что, что произойдет, мы захватим газу, погибнут несколько десятков или сотен солдат, а потом, что мы сделаем, мы предаем из одного террориста одному террористу, а дадим другому террористу власть. Вы не имеете ввиду обумазанную? Я не знаю, обумазанную, не обумазанную, будет какой-то другой, не имеет значения никому. Мы заранее поставили, 14 лет назад, не так давно, 13 лет назад, мы создали сами, своими руками, государство, бандитское государство около нас, на юге. Дали им вооружение и дали им возможность вооружаться. Сегодня мы пытаемся их уничтожить. Мы их уничтожим, уничтожим сегодня, мы это сделали уже в Хамат Магет. Сейчас мы заново создаем им оружие. Через несколько, пройдет несколько месяцев, придется нам захватить газу. Вы говорите о истории. Это не история, это сегодня. Я говорю о тактике и стратегии. Я говорю о стратегии, я принципиально о стратегии говорю. Я принципиально о том, что было в ВОЗ. Я считаю, что захватить надо. Я хочу понять одну вещь. Михаил, вот пойдем по вашей логике. Захватили газу, не передаем власть никаким террористам. Смотрите, я вам хочу сказать, во-первых, я хочу сказать, что с 1994 года не было ни одной ракеты ни в газу, ни в здоровье. Да, но ушли мы оттуда. Тоже не просто так. Мы ушли, честно говоря, немножко просто так. Потому что, если вы спросите Тарика, и он вам скажет. И сейчас все сказали, все организации, которые мы слышим, сказали, что сейчас самое плохое положение в газе со времен 1967 года. То есть, когда мы были, там было намного лучше. Для них лучше, прежде всего. Но и для нас тоже. В нас не стреляли. И действительно был КПП на выходе из газа. Там сидел Милуимник, я помню, это в 80-е годы, который поднимал лениво веревку, и проходили там работники и солдаты. Времена меняются. Времена менялись. У нас нет другого бицепа. У нас просто сегодня или завтра мы даже захватим газу. Может быть, мы оттянем. Мы договоримся с ним. Удный, это значит, что перерыв еще на несколько месяцев. А вот, кстати, кстати, по поводу Удны. Лен, вот, я знаю, что вы не политикой. И тем не менее, если бы сегодня мы достигли договоренности с Хамасом. А прекращение военных действий, о прекращении обстрелов, о прекращении ликвидаций точечных, вы бы выступили за? Если бы это принесло мир как тем, так и этим, то, конечно, да. На сколько времени? На сколько времени? Навсегда, но вы же понимаете, вы имеете дело с людьми, которые официально заявили и были выбраны демократическим путем, что они не хотят вашего существования здесь. Хотите вы этого или не хотите? Они заявили. А вы спросили у всего народа, кто не хочет. Они, неважно, кто, они выбрали их. Они шли с этим на выборы. Так же, как Ольмир шел на выборы на то, что он не хочет побеждать. Вообще, это не мое мнение, опять-таки. Это необразованные люди. Они вполне образованные. Почему вы считаете, арабы необразованные люди? Они вполне образованные. Они знали, за кого они выбрали. Они выбрали Хамас. Прежде всего, потому что Хамас заявил, что он не хочет существования Израиля на этой земле. Никуда. Точка. Они не хотят нас. Они не хотят ни вас, ни Алана. И если вы хотите, они готовы сделать с вами перемирие. Перемирие на короткий срок для своего укрепления. Для своего использования, для того, чтобы укрепление. Через полгода, год, два мы пойдем в газу. Нам будет тяжелее, потому что они укрепятся. Каждый месяц, который они там находятся, они укрепляются. Окей, господа, я думаю, что эта дискуссия у нас не первая и, видимо, не последняя. К сожалению, в этой студии мы ее продолжим. А сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим нашу программу и поговорим с участниками демонстрации в Умельфахме. На которой звучали лозунги «Дети Гитлера убивают детей газы». Оставайтесь с нами. Добрый вечер. Мы продолжаем прямой эфире наш политический роман. К нам присоединились новые участники. Это писатель и журналист, пресс-секретарь партии НДИ Марк Котлярский и редактор интернет-сайта «Перспектива» Вера Рейдер. Еще один участник, житель Умельфахма, Хамам Хусри, застрял пока в пробке. Я надеюсь, что он подъедет и тоже примет участие в нашей программе. Почему мы заговорили об Умельфахме? Потому что именно в Умельфахме состоялась демонстрация солидарности с палестинцами, участники которой несли лозунги «Дети Гитлера убивают детей газы». Вера, если я не ошибаюсь, вы принимали участие в этой демонстрации? Я принимал участие, да. То есть вы поехали в Умельфахм и участвовали в этой демонстрации в защиту жертв... Совершенно верно. Демонстрация солидарности с жителями газы в Умельфахме. А как вы относитесь к этим лозунгам, которые там несли люди? К этим плакатам? Ну, во-первых, был один такой плакат про Гитлера. Да, но были еще плакаты про сионизм равно нацизм, и про сионистко-нацистскую бойню и так далее. Ну, плакат этот, я бы даже не назвала его лозунгом, потому что это скорее обращение к израильскому обществу, посмотрите на себя, посмотрите на кого вы похожи. Эти сравнения сионизма с нацизмом начались очень давно, с момента создания государства, начали их еврейские создатели государства. Тогда это еще не было лозунгом тоже. Секундочку, еврейские создатели государства сравнивали сионизм с нацизмом? Разумеется, да. Например, по поводу того, что решили оставить военный режим для арабского сектора. И вот один из членов правительства говорил, вы знаете, даже в нацистской Германии не было таких законов. Или, например, когда изгнали арабское население из Лода и Равни, даже Цхак Рабин потом написал в своих воспоминаниях, что это ему напоминает действия нацистов в Германии. То есть на самом деле вы хотите нам сказать, что эти лозунги оправданы? Нет, я хочу сказать, что это не придуманы жителями Ум-эль-Фахма. А в данном конкретном случае поводом к этому плакату послужило заявление недавнего нашего собственного министра обороны Матана Вильнаи, заместителя министра обороны Матана Вильнаи, который в интервью Галей Цааль сказал, что если палестинцы не угомонятся, мы устроим им еще большую катастрофу, употребив термин Шоа. Что тут же получило резонанс во всей мировой прессе. Я, честно говоря, не очень понимаю, что мне в этой ситуации нужно говорить. Я только хочу единственное, что спросить. Вер, скажите, пожалуйста, вы пришли на демонстрацию в поддержку палестинцев. А вы ходили на демонстрацию в поддержку, скажем, жителей Сдерот? Когда мы устраиваем демонстрации сами, например, приедем на демонстрацию в Тель-Авиве, который будет 8 марта, утром в 11 часов, на Тайелет, у нас всегда есть лозунги в поддержку Сдерот тоже, потому что мы считаем, что военные преступления стрелять по гражданским лицам и стоят с другой стороны. Нет, это тоже, это тоже. Но когда жители Сдерот выходят на демонстрацию с лозунгами, что давайте мы их всех перебьем, я, конечно, не приму участие. Мэр Сдерот сказал, что давайте говорить с Хамасом. Вот если он выйдет с таким лозунгом, я не приму. Окей, ваша позиция понятна. Давайте поговорим с Хамасом. Я хочу только ответить, извините, Вера, по поводу этих лозунгов. Вообще сравнивать что-либо с катастрофой, я считаю, это просто аморально, потому что это абсолютно единственная в истории мира ситуация, которая была катастрофой. Это не единственная. Единственная в мире, потому что я... Секундочку. Единственная в мире. Никогда такого в истории не было. Было много чего. Было много убийств. Погибли сотни, тысячи, миллионы людей. Но когда государство против самого себя, оно себе наказание делало, оно себя ухудшало ситуацию. Она послала во время 1944-м году, когда уже все их душили с авиасторон, они послали сотни поездов, чтобы вывезти миллионы евреев из Венгрии. Во-первых, было несколько... Это абсолютно уникальное явление в мировой истории. Абсолютно уникальное. Поэтому сравнивать это... Могу сказать, что это не единственная гатастрофа, которая была... Во-вторых, я опять же сказал, что сейчас сравнил этот наш Матан Вильнаи... Я не знаю, что это Матан Вильнаи, я сказал, что он ее не сравнивал. Он сказал, что это просто слово катастрофа. Без слова катастрофа, но не поминал... Господа, господа, я хочу представить вам нового гостя, который через все пробки добрался к нам, хамам. Добрый вечер. Пробки были тяжелые, да? Да, очень. Скажите, пожалуйста, мы сразу, как говорится, быка за рога. Вы в этой демонстрации в Умольфахме участие принимали? Я лично нет, но не потому, что я против. Не потому, что против. Мне не было возможности. А вот те лозунги, которые, или те плакаты... Вот мы сейчас спорим о том, что там несли участники демонстрации. Дети Гитлера убивают, детей Газа, дети Гитлера имеют сюда евреи. И сионизм, это нацизм, и так далее. Вы, в принципе, поддерживаете вот такую линию или нет? Ну, почему такой вопрос поддерживаете? Было очень много лозунгов еще, которые вы не слышали. Основные лозунги были в Умольфахме на нас объединяете. Не хотели, наверное, их слышать. Ну, хорошо. А потому что вам неудобно их слушать. Нам неудобно их слушать. Вы скажите, что? Нет, что вы думаете? Что это дети Гитлера? А я не согласен с этим? Нет, слава богу. А я уже испугался. А ты не спеши. Чем вы да согласны? Все эти лозунги, это было какой-то страх, какой-то, я не могу точно сказать, но это просто лозунги. Слышишь, просто лозунги? Просто лозунги, которые кто-то сказал. Я не знаю. Все здесь просто лозунги. Это не важно. Я могу объяснить, что это просто лозунги. Что важно? Давайте, давайте. Скажите, вы хорошо знаете. Прежде всего, я не думаю, что тут есть нацизм. Кто это не думает? Пока нет. Кто не думает? Нет нацизма в Израиле. Это не нацизм. Нет нацизма в Израиле. Я могу сказать, что пока нет. Это шаг вперед по сравнению с Верой, которая все-таки считает, что элементы нацизма все-таки есть. Я не слышал, что он сказал, но все-таки я буду говорить все. Дальше. Но когда в медиа ты слышишь, что... В медиа, в прессе имеется, да? В прессе, да. Слышишь, что какое-то ответственное лицо израильское, какой-то лидер, говорит, что он в Газу сделает холокост. Он не говорил слово холокост, он сказал катастрофу. Он не сказал, что это катастрофа. Он не сказал Ассона. Ладно, ставьте мотанами. Шуа, он сказал. Окей, дальше. Он сказал Шуа. Окей, дальше. А Шуа, да, холокост. Так, и что? И нету другой понятия. И у вас у меня. И когда ты слышишь, что другой ответственный говорит, что что творится сейчас в Газу, это Шуа. И когда ты слышишь, что хотят выгонять нас из Кнезда, а потом из Израиля вообще. Вас хотят выгонять из Кнезда? Что, по-моему, до этого выгоняли? Ну, из Кнезда, договорили. Кто хочет вас выгонять из Кнезда? Ну, вчера или поздно? Вчера. Я, по-моему, это... Он хочет вас вигнат отсюда. По-моему, это камень в огород. По-моему, это камень в огород. Зачем это? Вопрос стоит, как вигнат меня отсюда? Вот как вигнат меня отсюда? Какой вопрос? Скажите, мы вас только ждали на нашей передаче, вы говорите выигнат. Какой камень? Зачем камень? Я хочу сказать совсем о другом, господа. Я хочу сказать... Я вообще, честно говоря, вот Хамам меня в Умальфахом приглашал, так сказать. Я только собрался. Однажды, что там вот такой там... И Вера там же такая... Она была совершенно спокойная демонстрация. Такая приветная женщина, такая просто вообще-то поклонница арабо-нацизма. Просто приятно вообще встретить такого человека. Я приглашаю, что... Я хочу сказать просто другое, что... Ну, понятно, существует откладнение разного толка, так сказать, это понятно. Это уже дело не мое, а психиатра. Это другой вопрос. Я хочу сказать, что я получил колоссальный подарок от этой демонстрации. Я доволен этой демонстрацией, потому что демонстрация подтверждает то, что говорил Либерман. Господа, давайте разъединяться, хватит. Пусть Умальфахом будет составная часть. А, ну, хорошо, хорошо. Политическая автономия. Я с вами согласен. Ладно, ладно. Лети-то в мусульманские треугольники. Ну, скажи. Ну, скажи. Ради Бога. Пусть они получают там... Пусть они получают... Я готов. Ну, я не получаю. Ради Бога. Вы же против Палестинского государства. Пусть они не берут еще подобных. Слушай, я тоже могу арат. Разделяю вас. Скажите, как раздряться. Очень просто. Очень просто. Существует программа. Реальная программа Либерман. На территории отменами населения. Либерман оставай его. Очень просто. Мы создали... Мы против Палестинского государства. Он подвеслами нас. Мы создали образа. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Он не может. Господин Копель Чумак, пожалуйста. Я боюсь, что там. Секундочку. Секундочку. Копель Чумак. Копель Чумак. Госпожа Лисянская. Я внимательно... Нет, нет. Это Вера Рейдер. Простите. Госпожа Рейдер. Я внимательно слушал то, что вы говорили. Вы знаете, однако... Я не знаю, почему вы так, я бы сказал, искажаете факты. Пробуйте говорить, что какие-то наши предводители... Я прекрасно знаю Сиральскую историю. Сравнивали нацизм с сионизмом... Более того... Вы пригласили... Аблахимия... Аблахимия... Аблахимия ввел в газете... Я вас внимательно. Я вас внимательно. И все его аплодировали. Правильно? Многие сочувствовали фашизму нацизму. Тогда это еще не было пустыми понятиями. Вы понимаете, о чем вы говорите? Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы на ютубе. Или у вас искаженные понятия, не знают... Ни понятия о знании истории. Ваши знания истории... Простите меня, просто вы... Мы не для истории не собрали. Но, теперь господин Хорик. Хорик. Хомам. Хамам. Извиняюсь. А фамилия... Господин Хамам, смотрите. Пожалуйста. К вам я могу дам сказать одно. Ваши демонстрации, какие бы они ни были, вы в демократическом государстве, вы имеете право на демонстрации. Это ваше право в нашем демократическом. Дело в том, что вы используете постулаты демократии для того, чтобы практически искажать ту действительность. В нашем государстве мы представляем вам любую возможность, но вы не можете ни меня, ни его, и не его называть именем Гитлера. Простите, кто вы? Кто вы, который представляет именем? Кто я? Я гражданин этой страны. Вы не даете ему что-то. А почему вы меня называете детьми Гитлера? Это выстреляете. Я не назвал вас. Не надо. Не надо. Вы вас не назвали. Я сказал, что я... А, Боже, я сказал, что я... Я сказал, что я... Я не подтверждаю. Я не подтверждаю. Я не подтверждаю. А пока я закончу. Пошли, не надо. Не надо. Не перебивайте меня. Давайте вести на уровне... Я скажу потом в карте. Теперь еще одно. Еще одно. Ваши лозунги ввели весь Израиль. Это все лозунги. А я вас называл Гитлером. Я вас называл детьми Гитлером. Вы меня убивали. Вы видели лозунги, когда... Вы убивали. Вы убивали. Вы не убивали. Я... По вашей любви. Секундочку. 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 Хамам. У меня к вам вопрос. Как вы понимаете, почему вы можете договориться? Секундочку. 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 А, не надо? Я прошу вас. Я не говорил. Так что они же ходят? Хамам. Можно жить вместе и не бегать? Хамам. Я в добьетах. Если можно жить вместе и не бегать. Я не могу понять. Мы не забывали. Хамам. Хватит. Голос. Голос. Хватит. Голос. 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 Не можем жить вместе и невозможно жить вместе и не может н Vaccinawn権ahl DAN. В этом месте. Перестаньте. Это вам, господа, это вам не по политикой. Это не израильская программа. Это русскоязычная программа, на которой идет возможность говорить друг другу. Вам не стыдно? Этот вам не стыдно? Он не дает мне говорить. Теперь у меня к вам вопрос по-моему. ICU. Ну и еще cieнымI У меня к вам вопрос. Скажите, вы говорите детей убивать нельзя. Мы согласны с этим. Нельзя убивать детей. стрелять ракетами на нас можно что же делать если стреляют на вот это действительно пошли сегодня три дня какой-то операции операция какой-то на 3 дня что делать что делать что я хочу согласиться что в газе не осталось и не пуля не то что ракета пули не так это делать а что дальше это кончится что дальше сразу короткой рекламы и попробуем успокоить душующие здесь страсть спасибо лена и так мы продолжаем у нас стало совсем немного времени до окончания программы я попрошу каждого из участников ответить на очень простой вопрос что с вашей точки зрения в этой ситуации нужно делать и продолжить вместе в одном государстве хамам я думаю что что творится сейчас это для оккупация это нормально так и будет пока нету решений нужно ходить газу нужно оккупировать надо выйти оттуда выйти оттуда можно вышли вы не вешли не надо все понимают что нужно делать что нужно делать надо признать что рядом с вами живет другой народ который вы оккупировали его земля которые вы лишили его свободу и надо вернуть этому народу свободу иначе не будет никаких решений а как какому вернуть воду хамасу вернуть свободу он был на свободу полистенции полистенцам в газе в рамале не только в газе в рамале а что с ракетами делать хамам и что делать сагам меня нету если у вас решений нет то у меня есть решений понятно вера не люблю хамас не поддерживаю исламистов считаешь с нами с ними надо разговаривать надо разговаривать они хотят они как раз предлагают постоянно мы не хотим это первое внутри израиля нужно признать наконец арабских граждан полноценными гражданами прекратить дискриминацию меня спрашивали про элементы нацизма элементы крайнего национализма в отношении арабов граждан израиля у нас увы существует совсем неприятно говорить но когда по составу крови решается право человека на получение воды на получение земли на получение образования и так далее то простите меня возникают аналогии я не буду спорить просите зверой потому что все что она говорит это извиняется искаженно совершенно господину хамаму я могу рассказать господин хамам вы палестинец я не знаю кому вы хотите здесь давать свободу но вы видите ли как палестинец и господин хамам ваш народ в газе воюет против нас теперь почему бы вам как палестинцу не отправиться в газу и оттуда воевать с вашим народом так что эта решение но это не решение конфликт на самом деле у мамы сможет быть войны если не спали россии решите таким образом конфликт нам не удастся мигалдов не могу решить это мамам на трудо будет решить но конечно в принципе виноваты мы мы еврейские народы виноваты в данном случае я не обвиняю хамама ни в коем случае я меняю еврейский народ потому что мы действительно право виноваты в том что мы разрешаем террористам практически делать что они хотят сегодня если хамам выступит и скажет что убийцы убивает наших детей, убийца араба убивает наших еврейских детей, потому что он не его зарежет. А мы его защищать не сможем. Если он будет выступать на бумагахахами, будет кричать, что такие против что-то выставят, скажут, что он право, и его зарежут. А мы ничего не сможем сделать. Нам надо захватить газу. У нас нет другого выхода. Но сегодня, но пока мы этого делать не можем, потому что наше правительство не изменило концепцию. Два слова. Я думаю, уже два слова буквально. На самом деле, арабы, которых я очень хорошо знаю и изучал, в отличие от некоторых, и карам, и суфистов, и очень многих великих арабовских философов должен сказать, что арабы самые заложники своих вождей. Пока этих вождей не уберут, ничего не будет. А вы, смотрите, 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 смотрите. Короче говоря, ситуация очень просто объясняется. Все очень просто. Арабы, заложники своих вождей. Пока не будет уйден, а вы, пока не будут гороскопы. Я прошу прощения, по-моему, мы пошли на второй круг, и поэтому мне остается только распрощаться с вами и желаем всего доброго. Роман Половский. Спасибо.